Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса приостановления операций и последствий, связанных с таким приостановлением. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. В данном письме рассматривался вопрос о том, распространяются ли последствия приостановления операции, а такими последствиями является запрет на открытие новых счетов, вкладов и депозитов на физических лиц, имеющих специальный статус. То есть статус нотариуса, адвоката и индивидуального предпринимателя. То есть ситуация в следующем, что приостановление операции может быть связано с специальной деятельностью физического лица, то есть, например, с предпринимательской деятельностью. Вместе с тем, понятно, что физическое лицо может выступать как в рамках, ну, выполнять роль, скажем так, в рамках специального статуса, так и просто являться физическим лицом. И, соответственно, счета могут открываться, ну и депозиты, вклады, в том числе в целях предпринимательской деятельности, либо специальной деятельности, либо в целях удовлетворения личных потребностей. Так вот, возник вопрос, распространяется ли запрет на открытие счетов и вкладов в депозитов, в том случае, если лицо выступает как обычное физическое лицо и хочет открыть, например, вклад, депозит, как обычное физическое лицо. Так вот, Минфин в данном случае указывает на то, что каких-то специальных правил в данном случае нет, и поэтому запрет на открытие счетов и вкладов в депозитов, он распространяется в целом на физическое лицо, независимо от того, с какой целью лицо хочет открыть вклад и депозит в целях, скажем, осуществления предпринимательской деятельности, либо просто в каких-то потребительских целях. Ну, в целом, данное разъяснение, оно, безусловно, должно учитываться лицами, которые имеют специальный статус, и здесь в целом логика Минфина понятна, потому что достаточно сложно отделить специальный статус от просто физического лица, и поэтому, что называется, запрет на открытие вкладов в счетов и депозитов является тотальным. Ну и кроме того, данное разъяснение, конечно же, должно учитываться и банками, поскольку в данном случае нарушение данного запрета, то есть открытие счета, даже если счет открывается просто на физическое лицо, в целях удовлетворения его личных потребностей, так вот, такое открытие будет рассматриваться как нарушение норм налогового законодательства и может повлечь административную ответственность для банков и их должностных лиц. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...